Рак считается вообще ведущей причиной и значимым препятствием на пути увеличения продолжительности жизни людей во всех странах мира и по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опубликованной в 2019 году работе, где было показано, что рак является как может первой причиной или второй по значимости причиной смерти людей в возрасте до 70 лет. И на данном слайде показаны наиболее часто диагностированные раки, которые приводят к смерти пациентам. И вот здесь показано, что рак молочной железы и рак шейки матки, во-первых, он чаще диагностируется и, во-вторых, они, конечно, чаще приводят к смерти пациента. Одним из патогенетических механизмов межклеточных взаимодействий это возникновение и прогрессия опухолевого роста являются белковые такие медиаторы, как цитокины, хематиины и ростовые факторы. В данной работе здесь также это указано и показано. Эти важнейшие белковые медиаторы секретируются как лимфоидными, так и опухолевыми клетками, оказывая влияние на множество различных клеток-мешений. При проведении химиотерапии же для повышения эффективности лечения применяются модификаторы биологических реакций, воздействующие как на опухолевые клетки, так и на различные регуляторные системы организма. И одним из таких медиаторов, который использовался у нас в нашей работе, является препарат двуцепочный ДНК человека, действие который направлен на активацию противопухоля адаптивного иммунитета. Целью же нашего исследования стал выявить корреляции цитокинов лимфы с морфологическими изменениями брыжечных и эпатических узлов у крыс самок вистер с раком молочной железы после оперативного лечения, химиотерапии без применения фрагментированной ДНК человека и с введением фрагментированной ДНК человека. На данном слайде вы можете видеть дизайн нашего эксперимента. Работа была выполнена на 80 половозрелых самках вистер в соблюдении принципов гуманности. Было сформировано 4 группы животных. Первая это интактные животные, вторая это рак молочной железы без терапии, третья это удаление опухоли рака молочной железы с последующим курсом химиотерапии, четвертой группе проводилась резекция опухоли рака молочной железы, химиотерапии и в дальнейшем применение двуцепочечной ДНК человека. Рак молочной железы моделируют пятикратным введением N-метилометроза мочевина с интервалом все дни в область второй молочной железы. Здесь на данном слайде мы можем видеть образовавшуюся опухоль. Через 6 месяцев после индукции был верифицирован иммуногистохимическим методом аналог криминального B-типа рака молочной железы человека. Оперативное же лечение проводилось через 6 месяцев от момента индукции и химиотерапия проводилась естественно после резекции. Что было использовано при химиотерапии? Это 5-второй ацил, метатриксат и эндоксан. Препараты двуцепочечной ДНК было выбрано в данном эксперименте, вводился через 3 часа после применения эндоксана. Животные выводились через 9,5 месяцев в возрасте 9,5 месяцев под нарконзов. Концентрации цитокинов в лимфе грудного лимфатического протока оценивали методом проточной флюориметрии на двулучевом лазерном автоматизированном аналоге Bioplex S-System с использованием коммерческой тест-системы в соответствии с инструкцией фирмы-производителя. Лимфу забирали из цистерны грудного лимфатического протока. Абсолютное количество клеток на стандартной площади 2025 мкм в квадрате было рассчитано в различных зонах лимфатического узлов мезонтериальных. Статистическую обработку полученных данных проводили в программе «Статистика 10.0». Меры центральной тенденции и рассеяния описаны медианами нижними и верхними квартелями. Достоверность различий считалась по У-критерию Манна и Витми, считалась значимой при значении по имене 0,05. Сопряженность между исследуемыми параметрами концентрации цитокинов, полученной и клетками структурных зон лимфатического узла, оценивали по коэффициенту ранговой корреляции с пирмином. И здесь в результатах мы видим, что после оперативного лечения рака молочной железы с применением химиотерапии в сравнении с группой животных рака молочной железы без лечения в герминативных центрах появлена корреляция цитокинов и интерлекинов 6-го с методически выделяющимися клетками, химокин и грокоси с иммунобластами. Также после оперативного лечения рака молочной железы химиотерапии и введения фрагментированного ДНК человека в сравнении с оперативным лечением рака молочной железы и только химиотерапии выявлены корреляции малых лимфоцитов в герминативных центрах с цитокином интерлекин 2 и интерлекин 4 со средними лимфоцитами имел корреляции. Применение фрагментированного ДНК в экспериментальных условиях по данным литературы индуцирует развитие противораковоадаптивного Т-клеточного иммунного ответа и влияние на пролиферативную активность может указывать взаимодействие малых лимфоцитов в герминативных центрах с многофункциональным иммуно-регуляторным цитокином интерлекин 2 и 4 со средними лимфоцитами. Что же делалось в паракортикальной зоне? Была выявлена корреляция интерлекина 1-альфа с малыми лимфоцитами, средние лимфоциты коррелировались с интерлекин 7 и 18, а иммунобласты имели корреляцию как с интерлекин 4, 6 и ГРОК А7. Макрофаги имели корреляцию с интерлекином 2 и тучные клетки коррелировались с химокином и ССФИ. После применения ДНК в паракортикальной зоне была выявлена корреляция малых лимфоцитов НСП1 тучных клеток с интерлекином 5 и на активацию клеточного звена иммунитета может указывать увеличение количества малых лимфоцитов в данной зоне, в Т-зависимой зоне лимфатических узлов. Корреляция химокина НСП1 с малыми лимфоцитами и выявлена в паракортикальной зоне корреляция тучных клеток как факторов, способствующих гомеостазу в иммунной системе с иммуномодулятором цитокином интерлекин 5, что также может свидетельствовать о влиянии фрагментированной двуцепочной ДНК человека на активность местного иммунного ответа. В мозговых тяжах выявлены взаимосвязи иммунобластов с интерлекином 5, методически делящиеся клетки коррелировали с интерлекином 4 и 6, средние лимфоциты коррелировали с химокином НСП1. Ретикулярные клетки имели корреляцию НСП1 после применения двуцепочных ДНК в мозговых тяжах также выявлена корреляция малых лимфоцитов с интерлекином 7, макрофаги имели корреляцию с 4 интерлекином и ретикулярные клетки с 6 интерлекином. Что же происходило в мозговых синусах мезонтериальных лимфатических узлов? Была выявлена корреляция иммунобластов с интерлекином 7 и 18, химокинов НИП1-Альфа и НСП1 со зрелыми плазматическими клетками. В макрофагии ретикулярные клетки коррелировали с интерлекином 12 и в группе применения двуцепочных ДНК в мозговых синусах выявлена корреляция иммунобластов и тучных клеток с МСП1. Зрелые плазматические и незрелые плазматические клетки имели корреляцию с НИП1-Альфа. И о участии в регуляции клеточно-опоследованного иммунитета могут также свидетельствовать корреляции химокином НИП1-Альфа с незрелыми и зрелыми плазматическими клетками. И химокином МСП1 с иммунобластами, тучными клетками в мозговых синусах и лимфатических узлов. А также, что тоже может об этом свидетельствовать, это увеличение продукции иммуно-регуляторных цитокинов и химокинов в лимфе грудного лимфатического протока. Что же было в заключении? Исследования взаимозвязи цитокинов в лимфе грудного протока с морфологическими преобразованиями в брюшечных лимфатических узлов выявили стимулирующий эффект действия препарата двуцепочного ДНК на Т-клеточное звено иммунного ответа в сравнении с адювантной химиотерапией и без ее применения. Спасибо за внимание, коллеги!